Приветствую всех на канале The Game Reviews. Сегодня в железном подкасте будем проводить профилактику оружия кибербойца. Как известно, у каждого настоящего бойца оружие должно быть почищено, смазано и в целом боеспособно всегда, чтобы оно не подводило в нужный момент. Ну а у кибербойца таким оружием является клавиатура и мышь, которые также должны не только быть боеспособной, но и иметь надлежащий вид. А так как основное оружие, а именно клавиатуру, я в начале лета сменил, то пора заняться второстепенным оружием, мышью. Кстати, почему я именно клавиатуру называю основным? Это потому, что я до сих пор помню, как в первые шутеры мы играли только на клавиатуре, никакой мыши не было в первых шутерах. Да и чего уж там, в 2006 году я проходил игру Обитель зла 4, которая была от третьего лица, если вдруг кто-то не играл. И вот там она была заточена только под управление с клавиатурой, даже стрелять надо было именно с клавиатуры. В общем, давайте продолжим. В январе 2017 года я показывал сборку пекарни, с помощью которой я все это время и делаю видосы для канала. Там, среди периферии, я показывал вам свою старую мышь Afotec X7 модели XL747H. Данной мышью я пользуюсь с конца 2010 года, соответственно, ей почти 7 лет на данный момент. За это время я ни разу ее не ремонтировал, никаких проблем нет ни с проводом, ни с переключателями, в общем, все в полном порядке. Для тех, кто не в курсе, это лазерная игровая мышь, именно лазерная, а не просто оптическая. То есть у нее невидимый человеческому глазу спектр свечения самого лазера. Сенсор позволяет работать с чувствительностью до 3600 DPI, что для 2010 года было очень даже неплохо. У этой мыши можно регулировать собственную массу, просто убирая или возвращая на место грузики, словно патроны в барабан револьвера. И вот за эти почти 7 лет проблема с этой мышью произошла ровно одна, которая продолжает прогрессировать. Покрытие с принтом на данной мышке начало портиться, примерно пару лет назад. Кстати, принт здесь был стилизован под костюм Человека-паука в черном обличье из третьей части фильма. Так как иногда в пылу каких-то баталий в играх рука начинает потеть, это негативно сказалось на самом покрытии. Сначала оно начало просто трескаться, а затем и вовсе отваливаться от поверхности мыши. Уже год я все собирался что-нибудь с этим сделать, так как мышь хорошая, а вид уже не торт. Сначала я хотел просто ободрать остатки рисунка и просто покрасить черной эмалью, но решил, что слишком гладкая поверхность не есть хорошо, особенно когда жара, да и отпечатки на ней будут постоянно от ладони оставаться. Рассмотрев мышь повнимательнее, я понял, что та часть, где нанесено изображение, не что иное, как отдельная декоративная вставка. Поэтому было решено просто разобрать мышь, снять эту часть с нее и затянуть в виниловую пленку а-ля карбон и собрать все это на место. И вот решил я все это, а за меня бы еще кто-нибудь сделал. В общем, такие мысли в голове у меня были не менее чем полгода. И вот, поборов линии, выделив полчаса времени на это дело, я решил все-таки мышь разобрать. Так как в течение всех семи лет я ее ни разу вообще не разбирал, то, что творилось во всех ее щелях и зазорах, не описать словами. Дерьма всякого там было немало. Вычистил все до блеска, все кнопочки вынул, протер все пазы этих кнопочек, ну и сами поверхности кнопок со всех сторон тоже до конца все вычистил. Далее зачистил поверхность от рисунка, так как он был именно наклеен туда, соответственно сдирать пришлось ножичком аккуратненько с поверхности пластика. Вырезал кусок виниловой пленки подходящего размера и с помощью фена для сушки волос, который я взял у жены, благополучно затянул эту деталь в пленку. Изначально было желание сделать сразу то же самое и на основных кнопках мыши, так как там продолжение былого рисунка. Но ввиду сложной формы самих кнопок решил, что пусть останется пока рисунок так, так как он практически целый там. А когда начнет облизать уже именно с самих кнопок, то куплю баллон жидкой резины и залью все кнопки просто подчистую, чтобы было покрытие а-ля софт-тач, как это на многих смартфонах было некоторое время назад. Поэтому пока результат вот такой. По ощущениям мышь стала очень приятно лежать в руке, не скользит, но и не прилипает так сказать к ладони. А ввиду фактурной поверхности возможно и рука будет потеть меньше, либо и вовсе не будет потеть. Да и вообще сама виниловая пленка долго прослужит в таком участке, так как все ее края завернуты внутрь, приклеены и прижаты. Соответственно они оттуда не вылезут, пленка не слезет с мышки. Главное ничем ее не порезать, потому как пленка в момент обтягивания была натянута под температурой и соответственно малейший порез может привести скорее всего к ее расползанию. В остальном считаю, что мышь достойна того, чтобы над ней повозиться. Заодно все прочистил. Внешний вид освежил, мышь стала почти как новая. Кстати сейчас мышки класса X7, если они еще где-то остались в продаже, они стоят около 2,5-3 тысяч рублей. Так что имеет смысл немножко повозиться, если у вас такая имеется в наличии. Короче говоря, данное оружие кибервойны теперь снова полностью боеспособно, так что можно возвращаться на поля сражений Таркова. Ну а с вас теперь лайк или дизлайк, подписка или отписка. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok